И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала, меня зовут Александр, и я продолжаю играть в ARK Survival Evolved. И сегодня мы продолжим ловить подводную сауну, фауну. В общем, короче, подводную братву будем ловить сегодня. Ну, в общем, админ удалял старые постройки, то есть заброшенные постройки, ну, очистил, очищать сервер. Ну, а я, пользуясь моментом, прилег отдохнуть. Вот, спал я, спал я, и слышу, вот этот козел у меня рядом заспавнился, и давай у меня музычка играть. Ну, вот, ну, я написал в чат, нужен, не нужен, и, в общем, сейчас напишу координаты. Точные координаты, а мне уже немного дропа скинут. Я на это ради, надеюсь, так сказать. 33 на 71. Вот. Собственно, очень на это рассчитываю, что мне хоть что-то перепадет, так сказать. Так, брат, да. А, мне вот так нужно. Вот, ну и, собственно, продолжим уже тогда, когда будет известный результат, и я смогу томить спокойно себе рыбок, рыбок, да, рыбок, и не только рыбок. Вот. Не, ну, я не мог включиться. В общем, чувак прилетел, чувак бьет. Сейчас они вот за эту скалу залетели, и агрецы-мобы, прикиньте, вот от той скалы. Там стояли вот эти вот черепаха Трицератопс, то есть то, как говорит, но суть одинаково. Вот там стояли, вот где Прозавр сейчас побежал, откуда побежал, и они бегут к нему, потому что он атакует Вандера. Офигеть, просто радиус огромнейший на агр. И вот я сейчас смотрю, что-то они так бегут, я вот, кстати, все свои пожитки собрал, и я взлетел в воздух на всякий случай. Вот, а то мало ли они начнут абсолютно на всех подряд агриться, и мне это, понятное дело, не нужно. Вот, я стеночку вот сломал, по-быстренькому выбежал, и все нормально. Вот, ну, в общем, дамажит он по 12к, если у него также 10 лябов, то это надо около плюс реген, подсчет на реген около 1000 раз надо его ударить. Это, конечно же, офигеть, как много. Ох, ну ладно, посмотрим, что-то как-то где все это дело делается. Ох, как не быстро. Ой, я лупинь, я не тот чисто посчитал. 12к дамаг, это был по нему, а по Вандеру он дамажит по 40 тысяч. Всего лишь 250 ударов, это в 4 раза меньше, чем я подсчитывал. Ну, 10 50 ударов, это без учета реген, потому что он бьет, 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 понятно, выносливо все дела, и ему приходится свалить немножечко. Вот он сейчас отдыхал. Давайте-ка, дожил. Один заход, и может, мы посмотрим. Ну, мы, короче, в итоге в этой серии мы нифига не будем. Ну, кого-нибудь да притомим, все-таки в конце так же все пучком. О, тихо, назад. Все назад. Че, мне подлететь? О, вот, собственно, дамажит. Ближе подлетать не буду, когда дамаг виден, тогда и музычка играет. Это очень громкая музыка. В общем, вот, залетает вот такого-то, делает заход, дамажит, дамажит, и улетает отдыхать. Вот, дамага он делает немного, где-то штук 10, наверное. Пусть не читал. Вот, ну, да не, наверное, побольше даже. Ну, же, 4-5 делает. Да, наверное, побольше делать. В общем, ему надо делать заходов 20. За учетом реген заходов 25, я считаю. Потому что все равно, я думаю, вандертар регенится. Вот, ну, это немного. Он уже делает заход 5-й где-то, и это довольно-таки быстро, кстати, происходит. Вот. И, не знаю, как лучше качать виверну, кстати. Напишите, как лучше дракончик качать. Потому что, я думаю, здоровье и дамаг у них не нужен. Но выносливость, опять-таки, тоже нужна, потому что, в общем, здоровье, дамаг и выносливость нужно, чтобы вандеров валить. Напишите в комментариях, прав я или нет. Потому что, я думаю, что здоровье нужен, потому что рефлеклится дамаг. выносливость, чтобы дамажить больше. Ну, дольше, точнее. Ну, и, понятное дело, дамаг, чтобы дамажить больше. Так что, напишите в комментариях, прав я не прав. Ну, а я, наверное, уже вкульчисто, когда уже убьют. Блин, я не мог кто покатать. Ребята, смотрите. Девчата, смотрите на рот. Golden Dot Do. Господи. Ивент тупорил и закончился, и дудушки появились. Обалдеть. Вот этих куриц я рад видеть. Черт побери. Я рад видеть. Обалдеть. Я хочу его притомить. Я хочу его убить. Я хочу посмотреть, что с него дропается. Так что, будет серия и про него. Если сейчас он его не завалит, то я постараюсь сразу же снять и про додоху. Блин, офигеть. Golden Dot Do появились все. Господи. Вот этих золотых куриц я всегда рад видеть. Фух. Ну, потому что они не агрессоры, как бы, и даже на бане убьют, если к ним близко не подходить. Хе-хе-хе. О, круто. Ну да, вот это я понимаю счастье. Черт побери. Даже настроение поднялось продолжать сезон. Хотя, наверное, вам уже этот сезон-то надоел. Хе-хе-хе. Да. Ладно. Посмотрим. Опять видать, что я его включил. Мы так по угоду делся не дадем, да, томления рыбок. И не только. Ну, я же сказал, я опять включусь. Вот. Лучше влетай. А, вот. Не приближайся, тебя убьет волной. Собственно, я немножко поближе подлетел. Ну, сравнительно как. Музыку было слышно, но дамага у меня было видно. Вот. Я как бы и ближе подлетал. Но он мне сказал то, что бьет волной. Оказывается, это волна. Это не рефлект, как я думал. А это волна. И там можно на всех вокруг. Вот такие вот дела оказываются творятся. Это офигенно. Либо это рефлект, можно так сказать, магический рефлект. Я просто аналогию с другими скиллами, с других игр сделаю, короче. В общем, такой рефлект он назначает, когда ты бьешь по врагу, от него отражается во всех врагов в округе дамаг. Вот. Так что я думаю именно от врагов. В общем, от черепахи. То есть, всех дамажат вокруг. Такие дела. В общем, не такие уж и простые эти вандеры, если уж на то пошло. Намного замудреннее, нежели я думал раньше. Я думал просто рефлект, а как-то оказалось тут евереный рефлект. Вот. Так что лучше держаться на расстоянии музыки. Я вот так считаю. Слишком близко тоже подлетать не стоит. Но я чувствую, короче, каратэ будет в команду дохи. Они прям к нему подбежать. Они подбегают. Зараза. Громкая, да, музыка? Я сам напугаюсь, когда она включается. Кошмар. Ладно. Посмотрим, что будет дальше. Я вот посмотрю, как он убивает, и у меня возник вопрос. Народ, напишите в комментариях, можно ли вандера окружить большими воротами? Каменными либо металлическими? По-простому говоря, ломает ли вандер камень или металл? Ну, металл, думаю, вряд ли. А вот камень ломает ли он? То есть, можно ли? По сути, он как? Он же не агрессор, да? И вокруг него можно делать какую-то клетку. Так вот, сломает ли он ее свои ауэры, свои атакы и так далее? Если в сломает, конечно, фигово. Если в не сломает, то не легче окружить его и уже спокойно его на одном месте ему тазить. Напишите, пожалуй, в комментариях, это очень мне интересно. Кстати, да, я пересел на лося, а то он как-то перебрался на Карновостров, я чутачкую. Я вот там на скале оставил кецаля со всеми и сам сюда перебрался. Вот такие вот дела. Вот, просто у лося это, у оленя. У Рудольф, какой я, лося, олень. У Рудольфа выносливость, как видите, восстановляется сама по себе. Ну, собственно, я об этом уже рассказывал. В общем, чел сдался, короче, не захотел добивать его. Он говорит, то, что не, не буду. Одному тяжело, я замудохаюсь просто. Ну, хотя, с другой стороны, он наносил по 35. Вот, с другой стороны, он дамажил по 35 ударов по нему. Блин, тоже нашел, где приземлиться. Ладно. Дамажил по 35 ударов по нему и тем самым, тем самым, тем самым, что, сколько он, получается, наносил? 35, ой, 35 ударов по 40 тысяч. Он наносил по, ну, даже плюс реген, то есть, так, лям 400 и плюс реген, то есть, ему нужно было, по сути, сделать всего заходов 10 плюс реген, но хорошо, 20 заходов. Он сделал около 15 заходов. Походу, да, там человек, ну, читка, не умеющий читать, считать в уме и непроходящий еще в школе нужных навыков. Да, вот так вот, говорят, в школе учиться не обязательно. Вот, зараза, как видите, обязательно. Я вот учился, я проходил это и в уме я посчитал, что ему там оставалось чутка, не чутка, вот, да и коробушка у него уже на заднице начала появляться, что означает, оставалось ему чуть-чуть. Ну, да ладно, чувак не захотел добивать и фиг с ним. Может, кто появится и добьет его. Ладно, фиг ты с ними. А, мы че? Я вот сейчас думал, думал, а давайте-ка я золотой, золотого додо буду томить. Не убивать, томить, потому что убивать бесполезно, я его не убью, у него здоровье до усрачки. А вот томить можно попробовать или же все-таки продолжить с подводным миром. Ладно, все равно ночь пережидать, вот и придумать, что делать. Ну что, начали водную тематику, так продолжим водную тематику. Решил все-таки притомить ихтиозавра. Так, с какой-то левелом 35, но мне большой как бы не нужен. Как видите, я положил сырое мясо в последний слот под ноль. Кстати, это у меня ночного введения очки, под водой они тащат. и как бы давайте томить его. То есть, подплываем, кормим, переручается. Давай-ка вот так лучше все-таки наденем. Опять кормим. О, забагался, повезло. Повезло, он забагался и никуда не уделяет. А мы продолжаем кормить. Собственно, на Анунаке они быстрее хотят кушать, но суть вы поняли. Как бы делаете загончик, загоняете туда эхтиозавры и все. Кстати, как загнать эхтиозавра если у меня агрессор? А я не знаю, то ли они чувствуют рыбу, то ли что, но они начинают к вам подплывать. Поближе. Все ближе и ближе и ближе. Я не знаю, почему, но я уже рассказывал, как бы у меня было такое, что 4 эхтиозавра за мной бежали, плыли, а я думаю, ё-моё, сейчас меня нафиг убьют. А не, нифига, я их всех покормил, а они разбежались. Вот такие вот дела. Ну, что поделать? Все-таки дельфинчики. это кто у нас? Паразавр, это все фигня. О, еще и самка, прикол. Экс. Давай дальше. О, там хамячит, ну-ка давайте посмотрим анимацию. Ой, блин, как анимация здесь зернова сделана, но это уже разрабы накосячили. Просто челюсть за челюсть уходит. Так, кормим дальше и отлично. Экипируйте седло. Седло, седло, седло. Ну, о, это мегалодона. А, вот их те заварки. Отлично, седло экипировано. Кстати, а вот дельфину бы так нельзя было надеть у него здесь вот это шлюз, через который вода выходит. Так, ну-ка. это, а, прикол. Так, нифига не видно, а так видно. То есть, от первого лица если хочешь, что плавай. Так, но у меня есть другая фигня. У меня есть вот такая фигня. Твою мать, день настал. Ох, ну, зато реально как фарм подойти до него вот так. Блин. У, чё? Сегодня слот. А, господи, один слот. Я уже думал, один слот сегодня. нифига себе, вот это безобразие обделили, Нет, от первого лица хорошо видно. Так, ну, дамаг не сильный, ну, и левел тоже такой себе. Зато, как подводный транспорт, вполне себе неплохо. Давайте посмотрим характеристики. 337 здоровья, конечно, маловато. Выносливость, ну, так себе. Но, опять-таки же, остановился и восстановился. Ближний бой, конечно, слабый. Ну, такой, типичный 35-й лав, я бы так сказал. Ну, тоже вполне неплохо. Давайте хоть кого-нибудь завалим. Вот, давай, тебя. Кстати, я не знаю, почему, но Койлов обозвали, как их там обозвали, давай хоть одного вольнем и не знаю, как Койлов обозвали. Да, все-таки так намного круче. Ммм, самая она музычка. Подземелье, все дела. Так, триломиты. Я вижу свою цель. Алё, блин, мне жрать надо. Тебя точно жрать-то. Тебя же пожрать надо. Так, где мой ГПС? Отлично. О, ты уже апнулся там. Давайте, я все-таки здоровье. Ммм, здоровье помало прибавляется, это фигово. Если втомить, то сразу большой левел надо. У них фигово все со здоровьем. Так, ладно, давайте посмотрим, какая анимация. Блин, эти очки раздражают. Они толку ноль, больше экран закрывает. вот эти вот мои шапочки. Такс, такс, как-то КТР, ничего, это имя присесть. С, пунктный удар, ничего. Икс, здесь ничего. Прыжок, ничего. Ушив, ускорение. Правая кнопка мышки, ничего, то есть, просто обычный удар. И ничего более. Икс, ну хоть кого-нибудь, дайте вольнуть, какой-нибудь маленького. Тут маленького, маленького. Ну, запрытана у меня такая тут нехила. Запрытана нехила. Здесь много кого-нибудь. Ну, манту, конечно, отсюда выселил. Потому что она успела убежать, когда я ворот, пока еще ворот не успел поставить. О, забагалась, забагалась. Стой, скотина. Да уж. Легче самому нырнуть с меча тебя завалить. С дамагом у тебя все наполняет. А, вот, целокант. Я не знаю, почему целокант, были коэлы, нормально, коэл, коэл. А сейчас целокантами ставлю. Не знаю, почему, но, в общем, теперь целоканты. Ммм, у тебя и дамаг слабенько качается, да? А вообще сейчас все целом слабенько качается. Ммм, да уж, ясненько. Не сильно, это, короче, боевая единица. Такс. Ну, что, их тезавра притомили. И, казалось бы, уже есть смысл томить кого-нибудь еще, но я боюсь, опять время затянется, и, поэтому давайте уже так, короткая серия будет. Но, это для вас на короткой, для меня на гидрике какая-то длинная была, пока с этим вендером провозились. Вот, в целом прикольно, в целом прикольно, плавает быстро, но, опять-таки же, мой дедикурус плавает довольно-таки так же. Вот, давайте я сейчас подплыл к берегу. Ага, максимальный заплыв. Так, стой. Давай, сейчас дедикурус со своего выведу и покажу, как он плавает быстро. Собственно, это все благодаря леву. Вот, если бы он был таким же маленьким левом, то он плавал бы как камень, грубо говоря. Так, покатились, и сейчас смотрите, как он поплывет. Уи, круто, да? Вот так он, собственно, и плавает. Чутка побыстрее, конечно, эксизавра, но у него и левел. Ядрона как намного больше. Вот. Ну, а на суше, понятно, дело, вот так, чуть-чуть, чуть-чуть, прям, ласты такие торчат, господи. Вот. Ну, такие вот дела, народ. В общем, сегодня был немного познавательный лично для меня. Я уже понял, что да как из себя вандеры представляют, как они дамажат, и почему они такие опасны. Парелинский. просто поступил как нуб, снеся две трети, он просто решил, потратив полчаса и снеся две трети, он решил, да ну нафиг, не буду, я тратить еще 10 минут, и добивать, я лучше просто сдамся. Вот такие вот дела. В общем, народ, на этом я уже буду с вами прощаться. Бигглазты, это, конечно, прикол. На этом я уже с вами буду прощаться. Эксизавр, это хорошо, но нас ждет в следующей серии другие земноводные. Нет, не земноводные, они просто подводные существа. В общем, найдем, найдем и акулу, найдем и ската, и будем их томить. А что их искать? Ну вот они, они. Но серия уже подходит к концу. Вот такие вот дела. В общем, народ, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. В общем, народ, всем удачи, и конечно же, всем пока.